Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO проектах. Сегодня я хочу вас познакомить с одним из таких проектов. Проектом это DeepCloud AI. DeepCloud это облачные вычисления следующего поколения, платформа облачных вычислений следующего поколения. Я обратил внимание на эту платформу тем, что она привлекла меня своей глобальностью. Я откровенно вам признаюсь, не всегда и часто обхожу, скорее, чаще обхожу глобальные платформы, потому как, на мой взгляд, интересно в том формате, в котором я инвестирую, в котором я увлекаюсь тем или иным проектом. Мне интересны платформы, которые применимы в ближайшем будущем. Технологии, услуги, продукты которых применимы в ближайшем будущем, в кратко-максимум среднесрочной перспективе. И насколько проста платформа, насколько она понятна и применима для большого круга лиц, тем она для меня привлекательнее. Платформа DeepCloud это платформа, это другая платформа. Это глобальная платформа, которая позволяет, которая заявит о себе в нашем с вами ближайшем будущем, в среднесрочной, а может и в дальнесрочной перспективе. Тем не менее, совершенно однозначно ее востребованность будет актуальна и сама платформа будет применима. Опять же, вот люблю, я часто повторяю эту фразу, тем не менее, она не утрачивает свою актуальность. Это в зависимости от того, насколько будет она реализована технически. Интересна ли платформа DeepCloud мне? Да, безусловно. Что такое DeepCloud? Это умные города, это логистика поставок, это поставки мультимедийных услуг, телевизионных услуг, децентрализованный AI-алгоритм обучения на искусственном интеллекте. Это действительно очень большой, большой сектор криптоэкономики, который мы с вами, я надеюсь, увидим, и точнее сказать, увидим его в зрелом виде, увидим плоды, и платформа DeepCloud в этом свете действительно имеет высокие шансы на успех. Давайте чуть подробнее остановимся на тех элементах, которые предлагают платформу, а почему не глубоко, почему не более подробно, потому что действительно о платформе DeepCloud, это та платформа, которую стоит изучать более подробно, самостоятельно, белая книга на нескольких языках, там техническая, юридическая документация представлена, также информация на сайте, безусловно, все соцсети, общаться напрямую с командой будет максимально эффективно полезным для того, чтобы понять суть платформы и выяснить для себя все вопросы, в том числе вопрос, принять для себя решение о инвестировании в платформу DeepCloud. На мой взгляд, платформа заслуживает внимания и решение о инвестировании в нее. Итак, давайте поговорим немного чуть более подробно о самой платформе. Итак, DeepCloud AI предлагает широкий спектр вариантов использования, это может быть решение, решение, которое могут быть решены с помощью платформы. Это, во-первых, умные города, интернет вещей и искусственный интеллект в сценариях для умных городов, чтобы местные органы власти могли сосредоточиться на создании базовой инфраструктуры и полагаться на ресурсы DeepCloud AI, близкие для запуска и развертывания своих приложений. То есть, мы здесь говорим о городах нового типа. Подобные проекты начали выходить в широкую публику уже где-то в середине 2017 года, как мы с вами помним. И эта идея, она будет реализована. Она не может развиваться все так, как есть и не меняться в эпоху такого стремительного развития технологий. Развиваются технологии, развивается и наша с вами среда, в том числе наши города, наши места жительства. И технологии умных городов, безусловно, придут в нашу повседневность. И DeepCloud готова к этому приходу уже сейчас. Сейчас ведутся разработки для того, чтобы различные органы управления работали на искусственном блокчейне и искусственном интеллекте. В том числе, сюда же, здесь же также будет реализована, внедрена инфраструктура для реализации технологии интернет-вещей. Internet of Things. Востребовано ли это? Да, безусловно. Ну, совершенно точно. Совершенно точно это будет актуально, я думаю, даже в этом десятилетии. То есть, появятся какие-то, возможно, небольшие города, потом подобные, там или не города, там может быть какие-то поселки, в которых будут реализованы эти технологии. Или там небольшие поселения. И после этого будет иметь место такое тестирование и развитие этой технологии. Востребовано? Да, востребовано. Безусловно. Далее, это логистика. Предприятия и судоходные компании, сталкивающиеся со сложными задачами отслеживания цепочки поставок, могут запускать и развертывать свои приложения на основе блокчейна в DeepCloud.ai для отслеживания всех транзакций с полным контролем безопасности и защитой от подделки. Ну, здесь, в общем-то, ничто не вызывает сомнений. То есть, совершенно понятно, что логистика на блокчейне это быстрее, прозрачнее и безопаснее. Ну, совершенно очевидно. Далее, поставщики телевизионных услуг. Поставщики услуг, такие как теле и кабельные коммуникации, могут полагаться на децентрализованные сервисы DeepCloud.ai, такие как локальное кеширование медиапотоков во время футбольного сезона или мероприятия с большой аудиторией, такие как Олимпиада. Ну, как бы здесь тоже нет сомнений, телекоммуникационный контент это то, что хорошо продается и развитие технологий и внедрение новых технологий в эту отрасль просто неизбежно. Децентрализованный алгоритм обучения, основанный на искусственном интеллекте. Для приложений интернета вещей, проблемами безопасности и конфиденциальности данных используются децентрализованные алгоритмы искусственного интеллекта. Близкие к самим периферийным устройствам, можно получить сжатые данные об AI-ресурсах DeepCloud. Это обеспечивает механизм, позволяющий потребителям устройств искусственного интеллекта монетизировать свои собственные данные со всеми транзакциями и шифрованием данных и алгоритмами через блокчейн. Ну, это уже такой маркетинг, который придет в, что называется, в нагрузку ко всему вышеперечисленному. Да, то есть, ну, уже при реализации проектов умных городов и вот здесь действительно, да, то есть сбор информации о продаже, допустим, личной информации для интернета вещей, это, ну, да, это уже будет при условии реализации проекта интернета вещей, безусловно, это будет востребовано. То есть, что мы здесь видим? Мы видим платформу, которая нацелена на работу в будущем, да, то есть, вкладывая деньги в нее, мы вкладываем деньги, по сути, делать такое в наше будущее. Это действительно платформа, которая, на самом деле, если изучить ее чуть подробнее, вызывает восторг и приносит наш с вами на несколько лет вперед, как минимум. Это очень интересно. Для меня эта платформа действительно вот вызвала такой интерес тем, что здесь, помимо, ну, здесь очень качественно все описано и создается впечатление, вот, да, вот, не побоюсь этого слова, именно впечатление, что подобная платформа будет реализована в качественном своем виде. Дорожная карта до конца 2020 года, также здесь описаны основные шаги. Портфолио проекта, что было сделано, какие достижения предлагает платформа, здесь также приведена информация о команде, есть все, со всеми можно связаться в интернете, посмотреть то, посмотреть бэкграунд этих людей и увидеть, ну, понять, что могут сделать эти люди. Пожалуйста, обратите внимание на платформу DeepCloud, на мой взгляд, действительно, потенциально очень интересная с точки зрения инвестирования платформа. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!